Всем привет! И сегодня у нас новая битва с боссами в мобильной игре Чайпашки и Низи Легенды. Причем против боссов у нас будут сражаться Бибов и Рокстеди Классический. Кто смотрел, друзья, предыдущие видео, там мы сражались с мультяшным Бибов Рокстеди. В прошлом видео был Рокстеди и Бибов из фильма, ну а сегодня Рокстеди и Бибов Классический. Вот, кстати, так забавно выглядит Рокстеди Классический. Вот, вытряхивает из своего шлема кучу взрывчатки. Прокачан, друзья, он довольно-таки слабовато. Некоторые способности пятого, некоторые способности на четвертом уровне. Относительно Бибова. Вот, друзья, с ним немножко лучше. Хотя, давайте-ка посмотрим. Некоторые способности на шестой, некоторые на пятой, а некоторые даже на четвертой ступени. Делает вот такой вот забавный трюк. Вот, боксирует. Да, за этого их героям первым написал Николай Николаевич, к нему еще подсоединилось двое подписчиков. Ну что ж, друзья, итак, отправляемся сразу же в битву и берем Рокстеди и Бибов Классического против первого босса, которым является Лавовый Голем. Вот, да, друзья, благодарю за ваши отзывы и комментарии, все их просмотрел. Вот, несколько было тоже интересных вариантов относительно, но, тем не менее, большинство голосов было за Бибовом и Рокстеди Классическим. Итак, начнем бой, и причем начнем с интересной вот фишки, ударом гранатомета. Итак, Бибов Классический атакует, без проблем выбивает Крэнга первого. Следующего пытается вот затоптать Рокстеди Классический. Итак, скользя на животе, бодает и выбивает противника. Ну что ж, неплохо. Кроме того, использует особое ружье, Бибов Классический добивает последнего Крэнга в первой волне, и мы переходим непосредственно к боссу. Итак, где он? Вот он, выныряет из портала, из измерения Икс, вот такой вот жуткий Лавовый Голем. Бибов Классический пытается испугать Бибова и Рокстеди Классический, и, по-моему, это у него удалось. Вот, в ярость проходит Рокстеди и достает свое ружье. О, вот, стреляет и, скорее всего, уничтожает. Да, он уничтожает Лавового Монстра с первого выстрела. Ну что ж, друзья, это победа. Конечно же, первые боссы, они довольно-таки слабенькие относительно наших прокаченных героев. Тем не менее, это победа, плюс вот ДНК Кейси Джонса и ингредиенты для прокачки героев. Супер. Итак, переходим к боссу второй главы, которых у нас является Шагающий Танк Рэнгов. И сразу же идем в битву. Так, в первой волне целая куча крэнгов, причем все гуманоидного типа. Некоторые вот с дубинками, один из с ружья. И давайте-ка то, что с ружьем, мы уничтожим в первую очередь, но вначале я усилю нашу команду. Для этого Бибов Классический поедает попкорн, вот, и налаживает положительный эффект. Это иммунитет. Вот второй с изображением волны, я не помню, как он называется, но давайте-ка посмотрим в информации. Это на помощь. А, к нему будут приходить на помощь, ну, как-то так. И первую волну, давайте-ка, друзья, я просто смету, вот, забросав врагов взрывчаткой. Итак, забрасывает ирок, кстати, взрывчаткой и шутя, уничтожает, подрывает и сметает первую волну. Ну что ж, это было здорово. Переходим к следующей волне. Здесь уже придется немножко поднапрячься, но как бы ничего критичного. Итак, выстрел из своего ружья. Бибов уничтожает первого Крэнга. Второго тоже обстреливает уже Рокстеди Классический. Вот, отлично. Вот, использует гранатомет Бибов. Мощная атака и предпоследний Крэнг уничтожен. И остался уже последний Крэнг, которого просто бодает Рокстеди Классический и без проблем выносит. Супер. Ну вот, друзья, непосредственно переходим к битве с боссом. Спрятался он за горой мусора, но сейчас ее вот расшвыряет и поднимется. Где же, где же этот шагающий танк Крэнгл? Ну, вот такой вот забавный, прикольный и интересный. Ну что ж, удастся ли Бибов его уничтожить ударом своего кулака? Да, да, видите, босс уничтожен, падает, вот разваливается просто на части, и наши герои празднуют победу. Что ж, это было забавно, прикольно, а мы идем с вами дальше. Итак, друзья, переходим к следующему боссу. Да, собрали награду за прохождение и уничтожение босса. И переходим к боссу третьей главы, которым является Шреддер. Что ж, друзья, это забавно. Наибольшие помощники Рокстыги и Биба будут сражаться против своего хозяина Шреддера. Но вначале нам надо пройти через первую и вторую волну. Причем, обратите внимание, первая волна, здесь футы и четырехрукие футы. Вот при помощи гранатомета уничтожаем пока четырехрукового фута. Вот выбиваем, бодаем опять же четырехрукового фута, как наиболее опасных. Ну, а теперь попробуем справиться с обычными. Странно, что они не атакуют. Ну, что ж, не атакуют, тогда мы их просто добиваем. Ага, вот. Один из футов ударом своего меча пытался достать Рокстыги. Рокстыги, в свою очередь, тоже ответил мечом. Вот. Итак, еще целая куча кренгов. Ага, прошу прощения, футов плюс маусеры. Ну, что ж, усиливаем уменитет, усиливаем нашу команду. И я думаю, друзья, сейчас мы просто попробуем использовать массовую взрывчатку. И подорвать вторую волну. Вот забрасывает Рокст и подрывает, сметает. И мы празднуем победу. Ну, что ж, неплохо. Неплохо. Переходим непосредственно уже к боссу. Сидит на своем троне Шреддер. Вот. Ну, конечно же, выглядит круто. Выглядит круто. Он выдвигает свои когти, шипы и даже ножи. Ну, буквально как у Росомахи. Отлично. Ну, что ж, попробуем нанести удар. Итак, Бебов классический пинает их ударом с своих рук. И плюс вот удар задним местом добивает Шреддера. Ну, как-то так получилось забавно. Что ж, это победа. Победа на три звездочки. И мы собираем награду ДНК-пульверизатора плюс ингредиенты для прокачки. Ну, что ж, неплохо. Итак, друзья, четвертый босс. Монстр Грипп. Довольно-таки интересный персонаж, но почему-то разработчики в игре его сделали в лесу. Хотя, по мультику он находился в канализации. Почему так, непонятно. Ну, ничего страшного. Вот, надеюсь, что наш герой справится с этими монстрами как-то получше. Итак, пытаемся пострелить первого Грибочка. Отлично. Мутант уничтожен. Дальше враги атакуют. Ну, а я думаю, стоит ли использовать гранаты. Нет, давайте-ка до гранаты я вот как-то сэкономлю на вторую волну. Вот, а первую мы просто попробуем расстрелять. Итак, идут в атаку терминаторы-тараканы, эмутировавшие вот таких вот летающих монстров. Но, вот видите, контратака наших героев, в принципе, довольно-таки здорово уничтожает врагов. Итак, Бибоб атакует при помощи гранатомета. Вот, и без проблем уничтожает противника. А сейчас, если все пройдет удачно, Рокс, где попробует забросать врагов гранатами. Да, да. Итак, в некоторых случаях вот эти Грибы первыми атакуют, прокачивают уклонение, атаку, и тогда их очень трудно уничтожить. Но сейчас пришло просто на ура. Он забросал Рокс, и их бомбами подорвал и уничтожил. И да, вот он, вот он, Босс Супер Гриб. Вот, с кучей глаз, а потом открывается еще какой-то здоровенный глаз. Вот, сразу же прокачиваем иммунитет. Особую фишку Бибоба по классического. Ох, ничего себе, сколько у нас появилось положительных эффектов. Босс атакует, но Рокстаги сразу же его добивает своим мечом. Вот, свои мечеты. Отлично. Итак, подрезал Грибочка, вырезал. Вот, и скорее всего поджарил и съел. Ну, как-то так. Ну что ж, для этой победы наша награда. ДНК Донателло плюс ингредиенты для прокачки. Супер. Ну что ж, здорово. Итак, переходим к следующему Боссу. Боссу пятой главы, и их там целых двое. Итак, Лавовый и Ледяной Голем. Довольно-таки серьезные противники. Вот, но не настолько. И да, Рокстаги с Бибом попали в измерение Х. Совсем другие монстры, совсем другие персонажи, совсем другой вид. И я думаю, друзья, без гранатомета здесь не обойтись. Вот этих шагающих танков Крэмга только выбивать только так надо. Отлично. Первый монстр уничтожен. А оставшимся, давайте-ка мы попробуем забросать взрывчаткой. Неплохо сработал Рокст и взрыв. И первая волна уничтожена. Замечательно. Переходим в следующий. Вот со второй уже придется немножко посложнее. Вот, но я думаю, друзья, попробуем подстрелить этого гигантского робота Крэмга. Отлично. Вот пытаемся забодать вот шагающий танк Крэмга. Вот, просто супер. И так, Рокстаги его бодает и выносит. Замечательно. Отлично. И так, вот враги активизировались. Прокачивает скорость. Вот, один из Крэмга гуманоидного типа привлек к себе внимание. Придется только атаковать его, вынуждая это делать. Ну, как бы ничего страшного. И так, вот таким вот ударами Бибоб уничтожает противника. Вот, Рокстаги добивает при помощи своего ружья последнего шагающего танка Крэмга. И остался последний вот Крэмга гуманоидного типа, которого побеждает Бибоб. Отлично. И да, мы переходим непосредственно к боссам. Вот, забегаем в их зал. Пока их не видно, но сейчас они появятся. И так, выбивая панели, появляется лавовый голем. И выбивая панель, появляется и легионой голем. Вот, пытаются выяснить, кто из них сильнее, кто из них круче. Но, увидев наших героев, объединяются и выступают общие команды. Ну, что ж, их двое, и наших героев тоже двое. Ох, ничего себе. И так, лавовый голем заплевывает Рокстаги Бибоба огненным потоком, лавой. Вот, герой выживает, но нам срочно надо прокачать иммунитет. Вот, надеюсь, что удастся наложить на наших героев целую кучу положительных эффектов. Ну, вот, из положительных эффектов бафа удалось только наложить иммунитет и исцеление на Рокстаги классического. Ну, что ж, начнем битву, и Рокстаги рубит катаной, но не сумел выбить ледяного голема с первого удара. Вот, лавовый атакует, ну, а я добиваю ледяного монстра, и сейчас попробуем справиться с лавовым. Итак, Рокстаги Бибоби своим мечом, но лавовый голем выживает, бьет. Рокстаги урон минимален, и точку, надеюсь, поставит уже Бибоб, используя гранатомет. Вот, мощная атака, мощный удар, и лавовый голем уничтожен, ну, просто замечательно. Что ж, хорошая победа, хороший бой, и мы идем с вами дальше. Итак, продвигаемся по турнирной лестнице, собираем награду, это ДНК Мандагека плюс ингредиенты для прокачки. Ну, а я беру следующую команду, следующего босса, которым у нас является крэнк номер 2. Это уже довольно-таки серьезный противник, с ним придется уже, вот, сложности. Вот, возможно, нашим героям придется поднапрячься, тем не менее, я уверен в нашей победе. Итак, целая куча крэнгов на летающих платформах. Ну, я думаю, это не должно быть критично. Итак, выстрелом из своего автомата Бибоб уничтожает первого крэнга на летающей платформе, а остальные обстреливает наших героев. Причем, друзья, почему-то достается только Рокстаги. Ага, ну вот, досталось и Бибоб. Итак, врагам удалось наложить на Бибоба негативный эффект, но он его снял. Да, чтобы враги не налаживали негативных эффектов, надо прокачивать иммунитет. Вот что делает Бибоб классический. Отлично. А вот теперь надо уже атаковать. Итак, где же взрывчатка Рокстаги? Вот, забрасываем сразу же врагов лимонками, гранатами, пытаемся подорвать и вынести первую волну. Ах, ничего себе. Итак, достаточно силен враг. Вот я буду использовать слабые удары, чтобы суперудары не тратить. И попробую добить первую волну. Вот получилось. Как вы заметили, враги пошли довольно-таки серьезные. Вот здесь уже пошли трудности. Ну, как бы ничего страшного. И да, друзья, я думаю, в следующих видео надо будет докачать Бибоба и Рокстаги классический хотя бы до шестой ступени. Вот, тогда они будут намного сильнее. Итак, выбиваем одного из роботов Крэнгл. Кстати, по мультику они трансформируются в шар. Вот. А когда приходит время, как-то вот так разлаживается. Ну вот, пошла ответка. Вот, снизили жизнь немножко Рокстаги и Бибобу. Ой-ой-ой, немножко. Еще не пришли к боссу, а жизнь уже начала проседать. Давайте-ка я добью этого голема, прошу прощения, Крэнга гуманоидного типа. И уже попробуем выбивать оставшихся роботов. Вот, пока все неплохо. Ударом своего меча Рокстаги пытался добить противника. Не получилось. А вот Бибоб добивает. Ну что ж, здорово. Итак, босс. Первая, вторая волна уничтожена. Переходим непосредственно к боссу. И да, обратите внимание, милая девочка. На самом деле это кукла, вот, в которой спрятался Крэнг номер 2. И когда пришло время, вот так круто, трансформировался, разложился и начал воевать против наших черепашек. Интересно, сумеет ли Рокстаги нанести удар своей мечеты. Ну что ж, удар неплохой, но, как видите, только где-то 5, той часть здоровья удалось снять. В свою очередь, Крэнг номер 2 выстрелом снимает практически тоже по 10-15% у наших героев. Что ж, не будем рисковать. Давайте-ка попробуем прокачать иммунитет. Это особая фишка Бибопа. Да, Бибопа удалось усилить для себя атаку, а Рокстаги наложить эффект призыва помощи. И да, мы используем пушку, пытаемся поджарить Крэнг номер 2. Неплохо. Он, в свою очередь, от контра атакует. Но ответка Рокстаги снижает еще часть его жизни. И, возможно, бой закончит Бибоп. Да, вот мощная атака Бибопа завершается победой, и мы уничтожаем монстра. Просто супер. Ну что ж, хорошая победа, хороший бой, и мы идем с вами дальше. Так, продвигаемся по турнирной лестнице, собираем награду ДНК Бибопа плюс ингредиенты для прокачки. Ну а сейчас, друзья, самое интересное. Финальный бонс, Крэнг номер 1. Довольно-таки серьезный, очень сильный. И я надеюсь, что наша команда справится. Итак, первую волну я попробую сразу же уничтожить, подорвав, если будет возможность. Кусает нашего героя один из маусеров. Ну, а я сразу же прокачиваю иммунитет. Возможно, Бибоп удастся наложить на наших героев положительных эффектов. Но вот только призыв к помощи, и иммунитет ему удалось наложить. Ну, тем не менее, пока как-то так. Итак, мощнейшая атака. Рог, кстати, забрасывает врагов лимонками и взрывчатками. Отлично. Одного из Крэнгом гуманоидного типа удалось вынести. Вот удалось остальным снять большую часть жизни. Главное, чтобы они не подлечились. Итак, что Маусер, он атакует. Ах, ты вредина, смотрите, что делает. Он восстановил жизнь и здоровье для своего отряда. Обидно, досадно, но ладно. Что ж, продолжаем битву. И Бибоп классический при помощи гранатомета выносит гигантского робота Крэнгом. Отлично. Дальше пытаемся забодать Маусера. Итак, мощная атака. Рокстаги, разбежавшись, скользит на животе, бьет своим рогом и добивает противника. Отлично. Вот, кроме того, выстрелом из ружья Бибоп побеждает, уничтожает гигантского робота Крэнгов. И остался только Крэнг гуманоидного типа. Итак, выстрелом из ружья Рокстаги пытается подстрелить этого противника. И это у него не получается. Что ж, тогда бьем чем есть. Вот, мощная атака Бибоп приносит победу в первой волне. Итак, друзья, все очень непросто. Вот, мы использовали все удары, только мы сумели пройти первую волну. И сейчас пошел откат. Нам нужно время, чтобы восстановить суперудары наших героев. И, походу, враги не хотят нам его дать. Отлично. Да, смотрите. У противника появилась... Вот, у нашего Рокстаги появилась ответка. На вражескую атаку он контратаковал. Это очень важно. Вот, сейчас он будет снижать здоровье вражеского отряда. Эх, почему-то это не сработало. Вот, относительно, на робота одного, а на второго сработало. Итак, срочно добиваем Крэнга гуманоидного типа. Пока он не прокачал исцеление. Вот, Рокстаги тоже рубит свои мечеты, выбивает противника. Остался последний робот и Крэнга гуманоидного типа. Ну, надеюсь, он не будет лечиться. Нет, друзья, он прокачал скорость и еще какой-то положительный эффект. Кстати, что он означает? Я не понял, давайте-ка посмотрим. Сила воздействия. Сила воздействия называется этот эффект. Вот, я думаю, прокачивать или иммунитет, или атаковать. Нет, давайте-ка я лучше атакую. Есть, Крэнг гуманоидного типа уничтожен. Ну, а я добиваю вот робота. Не получилось. Кстати, стоит ли прокачать иммунитет? Да, давайте-ка все-таки прокачаем иммунитет и попробуем добить последнего робота Крэнгов и уже перейти к боссу. Итак, что делает Рокстаги, рубит мечеты и добивает противника? Да, друзья, то, что мы очень долго ждали. Вот, наконец-то мы дошли до финального босса. Крэнг Прайм, он же Крэнг номер один. Вот, наши герои находятся на крыше. И смотрите, что происходит. Выползает. Вот, поднимаясь на штупальцах этот монстр. Крэнг номер один. Вот, какой же он большой, если вот дошел до крыши многоэтажки. И я сразу же пытаюсь использовать суперудар Бибопа. Наимощнейшую атаку выстрел из гранатомета. Отлично. Итак, 20% законных мы сняли. Даже, возможно, 25%. Вот. Вот, в свою очередь, я в шоке. Смотрите, что творит Крэнг-1. Он практически вот снял половину здоровья Рокстаги. Итак, нужны очень мощные атаки. И Рокстаги забрасывает Крэнга номер один взрывчатка. Подрываем. Ну, половины нет. Но, процентов 40 мы точно сняли. Вот. Пытается Крэнг еще что-то сделать. Ну, а мы его пытаемся подстрелить. Итак, выстрел из ружья Крэнга. Еще снижает часть жизни. Но Крэнг выживает и пытается подстрелить наших героев. Вот. Нужен еще один мощный удар. Вот. Выживает. Выживает, в свою очередь. Да, друзья. Еще один удар. Крэнг Рокстаги и Крэнг номер один прайм будет уничтожен. И Рокстаги скользит на животе. Наносит смертельный удар и добивает противника. Просто супер. Это победа. Вот. Круто, здорово. Достойно сражались Рокстаги Бибоб классический. Просто замечательно. Вот. Я считаю, получилась достойно. Классная и интересная победа. Просто супер. Ну, что ж, друзья. Вот. Всем пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч.